Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале Элина Франц. В одном из влогов я заикнулась, что можно приготовить пирог, тортик без муки, как делают французы. Можно приготовить с кино или с пшеном. Нужно кино или пшено отварить предварительно. И вот сейчас я буду делать для своей семьи. Все очень просто. В принципе, рецепт базовый, очень простой. Просто мука заменяется на какие-нибудь злаковые. И буду вам показывать. Вам понадобится в первую очередь берем стакан молока. У меня антиер, то есть самое жирное. Я обезжиренное молоко не покупаю. И его подогреваем. Да, в молоко я сразу добавляю корицу, кто любит, потому что вкус корицы раскрывается. А вы, если не любите корицу, можете добавить или кардамон, или ваниль, или ванильный сахар, если используете. Все, что угодно. Молоко подогрели. Затем берем 2 столовые ложки. Я буду брать сегодня кокосовое масло. Вы можете брать сливочное масло. Французы очень часто используют сливочное масло. Сливочное масло очень часто используют подсоленое. Просто берите и щепотку соли добавляйте. Я добавлю щепотку соли в молоко. Да, масло, если у вас кокосовое, то его лучше растопить на водяной бане, чтобы оно хорошенечко смешалось со всеми другими ингредиентами. Масло добавляем в молоко. И сразу же добавляем 2 яйца. Я буду смешивать яйца сразу с молоком, но можно и предварительно взбить яйца. Все хорошенечко перемешиваем до однородной массы. Затем понадобится сода, пол чайной ложечки или разрыхлитель. Если сода, то можно ее загасить лимоном. И также добавляем в нашу смесь. Затем я буду добавлять чернослив. У меня чернослив был замоченный. Я его промыла, затем замочила несколько часов. И вот затем я его храню в холодильнике. Если вы не хотите чернослив, можете добавлять изюм, можете добавлять курагу, можете добавлять финики. Также получается очень вкусно. Но я люблю именно с черносливом. Чернослива вы можете добавлять столько, сколько вы хотите. Я добавила примерно 6-7 штучек. Затем француженка брала яблоко. Я сегодня буду использовать яблоко и грушу. Я люблю, когда побольше фруктов. Что касается яблока и груши, можно порезать на кубики, можно порезать на пластике, а можно потереть на терке. Можно даже сделать в виде что-то пюре, если вы хотите однородную массу. Я люблю, когда кусочки. Поэтому, скорее всего, я сейчас просто-напросто порежу на кусочки. Ну, примерно вот такими кусочками. Посмотрите, какая смесь получается. Очень-очень много фруктов. Сахара никакого я не добавляю. Я готовлю такой пирог-тортик без сахара. Вы, если сладкоежки, то сами смотрите, хотите, добавляйте сахар. Мы потом добавим что-нибудь, как всегда, или мед, или кто-то добавит сгущенку сверху, кто захочет. Я ничего не добавляю. Для меня хватит сухофруктов и фруктов. Теперь я хочу добавить немного цедры апельсина. У меня замороженная цедра. Я уже вам рассказывала, органические апельсины. Цедру я замораживаю. Кстати, из цедры апельсина замечательно делать чай. Поэтому, если у вас есть хорошая апельсина, не выкидывайте корочку. Обязательно замораживайте. В рецепте не было цедры апельсина. Но я однажды попробовала. Получилось очень вкусно. Точно так же с цедрой лимона поступаем. Просто натираем. Все, и нам осталось добавить наши слаковые. Если у вас нет кино, не заморачивайтесь. Даже не заморачивайтесь. Я готовила с пшенкой. Очень-очень вкусно. Пшено промыть горячей водой, чтобы не горчило. Отварить. Можно даже отварить в молоке. Француженка, как я вам рассказывала, отваривала в молоке. Но, если кто-то хочет попробовать с кино, тоже промыть и отварить. Знаете, я даже видела, что... Ну, вообще, французы любят десерт. Это называется риоли. Сладкий рис в молоке. И я думаю, я не пробовала, честно вам скажу. Если хорошенечко разварить рис, то получится что-то в виде фруктового пудинга. Я думаю, будет так же обалденно. Поэтому, хотите, делайте с рисом. Сейчас буду считать и говорить, сколько ложек столовых я добавила. Добавила я где-то 12 столовых ложек. Но, мне кажется, немного жидковато. Сейчас посмотрим. Если вдруг будет слишком жидко, то добавим 2 столовые ложки кукурузного или картофельного крахмала. Но, все ингредиенты я напишу в инфобоксе. И потом разогреваем духовку на 180 градусов. И запекаем нашу запеканку, тортик. Как его назвать, я даже не знаю. Кстати, давайте придумаем название. И вы напишите свое название в комментариях. Может быть, будет пудинг. Французский пудинг. Ну вот, наш пирог-пудинг уже почти-почти готов. И еще совершенно чуть-чуть. И потом остынет, и я вам покажу, какой он в разрезе. Так, Александр уже ходит, облизывается. Закрываем еще немного в серединке. И вот такая красота. Давайте разрезать. Посмотрим, какой он внутри. Красота! Ну, просто красота! Вот так вот. Без муки и без сахара мы умеем делать выпечку. Поэтому нам не страшен дефицит. Если вдруг однажды не будет муки, или просто у вас в доме не оказалось муки, вы запросто можете сделать такой вот тортик. Из любых злаковых. Из пшенки, из риса, из киноа. Я думаю, из гречки тоже. Если что-нибудь там напридумывать с гречей, получится очень-очень вкусно и полезно. А представляете, на завтрак, кто любит углеводный завтрак, в кино вообще очень много белка. Поэтому обязательно попробуйте. Ставьте лайк, если вам рецепт понравился. Я напишу все ингредиенты под видео. Да, я забыла сказать, что я добавила 2 столовые ложки кукурузного крахмала. Ну, можно любое добавить. Всем огромное спасибо и до новых встреч на канале с интересными, полезными, бюджетными рецептами. Подписывайтесь и делитесь этим видео со своими близкими и родными. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!